Кто может мгновенно нагреть воду до 4000 градусов? Чье тело вырабатывает 860 вольт? Зачем колоть орехи автомобилям? Кому в природе понадобилась булава? И монстр, из какого ужастика существуют в реальности? Всем привет! Добро пожаловать на передачу «Удивительные твари». Здесь мы обсуждаем самых невероятных, самых интересных, самых фантастических существ на этой планете. Меня зовут Евгений Плисов, и сегодня мы обсудим атаку и все, что с этим связано. Начнем, как всегда, с океана. Значит, глубоко, а точнее глубоко, даже в океане, в тропических морях, вы можете обнаружить такую необычную ситуацию. Вот плывет рыбка. Плывет, никого не трогает. Рыбка может быть большая, может быть маленькая, неважно. Рыбка плывет, может она идти по дну, как всякие рыбы-камни, да, вот они там ходят, какие-нибудь крылатки они тоже ходят по дну океана. Вы моргнули, она испарилась, как говорили классики. Вот и рыбки нет. Думаете, куда же она пропала? А если вы присмотритесь к этому дну океана, вы увидите какие-то непонятные две острые штуковины, которые торчат где-то там в районе грунта. Оно уже такое веребристое, его особо не видно. Вы подплываете ближе и видите, что две пары острейших челюстей торчат наружу. С кого вы встретили? Вы встретили червя Бобита. Червяк многощетинковый. Живет на глубине от 10 до 40 метров в тропических морях. Глубже не заплывает, а мельче там уже в маленький грунт, и он не помещается. А почему не помещается? Потому что он длиной в 3 метра. Трехметровый червяк, многощетинковый, значит, что у него много таких щетинок, типа лапок, в своей норе сидит без глаз, без вообще ничего. Наружи торчит только его голова. И две пары острейших челюстей, которые немножечко отличаются. Одни более зубастенькие, а другие более цепкие на концах. Он раскрывает, он буквально взводит свою челюсть. То есть, на самом деле, это самый страшный червяк на планете. Страшнее него нет ничего в плане червей. Он очень похож на червей из фильма «Дрожь земли», классика жанра. Трехметровый червяк сидит, раскрыл свою челюсть, взвел, как на курок. У него есть 5 сенсорных щупалец, с помощью которых он чувствует изменение тока жидкости вокруг него, а также падение тени. Глаза у него нет, а за той щупальцами может поднимать свет, тень. Проплывает рыба. И он может, на самом деле, достаточно высоко подниматься над поверхностью грунта. Он поднимается на сантиметров 10-20, может быть, 30. Делает буквально так. Ловит рыбу, кусает ее, там есть какая-то порция яда, он у нее ее прыскивает, и обратно туда, в почву. И только вздыбливание почвы, ну, точнее, грунта может вам говорить о том, что там что-то произошло. Он не брезгует ничем. Все, что проплывает мимо, окажется внутри его цапких челюстей. Оттуда выбраться уже невозможно. Даже всякие рыбы, которые могут надуваться, они тоже попадают в эту ловушку. Они надуваются, и получается гигантский шар, но червя этого не смущает. Он все равно цепляется за рыбу, и этот целый шар утаскивает потом под грунт, и там им, собственно, лакомится. Этих червей интересно обнаруживают иногда в аквариумах, когда начинают рыбу пропадать. В графстве Корнуэлл был большой такой легендарный королевский аквариум. Там было много очень драгоценных рыб, за ними ухаживали. И потом смотрители начали приходить в этот аквариум и не видеть рыбу. Минус одна рыба, минус две рыбы. Пока рыбы-то, собственно, и не осталось. Они думали, их воруют, но их реально воровали. Потом разобрали аквариум буквально по частям, высыпали весь песок. И оказалось, что когда привозили рыбу вместе с водой, привезли личинку этого червя. И он разросся метровой величины, но обычно они метровые. И всю рыбу у них поцапал. В общем, кто знает, может быть, вы в своем морском аквариуме найдете какого-нибудь метрового червя, который может закусить вам палец. Собственно, червь вобито именно такой. Но в океане есть существо, которое, может быть, даже опаснее этого червя. Да, что там? Точно опаснее и куда более знаменитое. Мы его уже обсуждали. Это одно из самых любимых созданий биологов. Рак-богомол. Значит, напоминаю, рак-богомол. Такая 20-30-сантиметровая креветка. Радужная, как будто сошла с небес. Просто ходячая радуга. Красивый до невозможности, с суперскими глазами. Его глаза, они потрясающие. Мы о них говорили. Они видят все. Примечательный механизм охоты этого рака-богомола. В чем смысл? Если вы вспоминаете обычного богомола, вы знаете, что у него вот эти передние конечности. Он может их складывать вот так вот. И, соответственно, когда он атакует, у него здесь есть шипики. Тут есть шипики. И он так чик-чик-чик. И поцапал. А потом живьем ест свою добычу. Рак-богомол похожим образом действует. Значит, он заводит свои клешни. И, казалось бы, как обычный богомол, он нужно, наверное, просто ударить. Да, усилия мышц нет. Усилием мышц он заводит себе такую вилкообразную штуковину. В общем, он заводит пружину себе мышцами. Он их заводит усилием. Накачивает себе напряжение здесь. И у него, получается, заведенная клешня. В какой-то момент, когда ему что-то не нравится, а не нравится ему много что, мимо кто-то проплыл, есть какой-нибудь моллюск, есть какой-нибудь палец какой-то большой лысой обезьяны, который пытается... Ой-тью-тью-тью-тью, какая креветка. Значит, он высвобождает все это напряжение, которое у него скопилось здесь, и бьет. Скорость удара 80 км в час под водой. Сила удара 150 кг на вот это маленькое пространство, куда он бьет. Это удар мелкокалиберной винтовки под водой в момент выстрела. Он бьет с такой силы, что может проломить раковину моллюска, ну, просто раздробить ее на куски. В этот момент, когда он бьет, возникает эффект кавитации. Что такое кавитация? Вся материя нашей Вселенной ведет по-разному себя в зависимости от условий, где она находится, в том числе от условий давления. Например, если вы поместите воду в вакуум, ну, делаете какой-нибудь эксперимент, возьмете стакан с водой, откачаете воздух из этого резервуара, где вы там его поместили, то вода начнет кипеть, потому что давление снаружи настолько маленькое, что молекулы воды начинают туда выходить. Так просто законы природы устроены. В этом, собственно, эффект кавитации есть. Когда под водой что-то движется быстро, то за движущимся объектом возникает область пониженного давления, и там начинает скипать вода. Например, из-за эффекта кавитации повреждаются винты лодок или кораблей, потому что они крутятся, возникают пузырики газа, пузырики водного пара, и из-за этих образований начинается коррозия, и начинаются микроповреждения металла. Рак богомол делает то же самое, только намного мощнее. Он бьет, за его клешню возникает пузырь из-за эффекта кавитации, вода просто вскипает. И температура этого вскипания просто настолько резко понижается давление, 4,5 тысячи градусов по Цельсию. Это температура поверхности Солнца. Там даже идет свечение, там есть вспышка, если вы в темноте будете смотреть специальными камерами, там есть вспышка, буквально доля секунды. Он плазму создает под водой, потом это все дело схлопается из-за давления воды, и ударной волной он глушит все вокруг. И дальше ему остается только съесть рыбу и полакомиться своей этой вкусняшкой. В английском языке его еще называют thin thunder, то есть пальцы-дробитель или пальцы-гром, потому что если вы решите его пощекотать подбородок, если вы там найдете подбородок, конечно, раздробит вам палец как минимум. Именно поэтому с ними работают в толстых таких резиновых перчатках, потому что именно они ему позволяют спастись от этого удара. Ну и, соответственно, если их держат, а их порой держат в аквариумнистые своих аквариумах, их держат только в пластиковых аквариумах, потому что из любого стеклянного аквариума он уйдет. Он просто дробит этот аквариум, находит себе выход, берет ваши ключи от квартиры, сбережения жену и сваливает в освоясь. Его удержать невозможно. Враг-богомол. Самая красивая креветка на планете, сошедшая с небес. В воде существует множество опасностей. Эти опасности подстерегают на каждом шагу. Вот вы плывете, будучи маленькой рыбкой, и вас хватает своими гигантскими челюстями череп. Бобит-то выскакивает просто из воды вот так, и засасывает вас обратно вглубь грунта. Либо вас оглушает раг-богомол, который, кстати, может оглушить даже человека, потому что есть многие аквариумы. Многие водолазы, многие дайверы, когда заметят такое красивое стыдание под водой, они плывут к нему ближе, и он щелкает своей клешней, и, соответственно, есть близкий удар в воде относительно вашей головы, многие хотят поближе осмотреть этого рака-богомолка, то весь удар передается буквально в мозг, и происходит сотрясение мозга. Напоминаю, почему происходит сотрясение мозга? Потому что мозг сотрясается, буквально. У нас мозг лежит в черепной коробке, он никак особо не зафиксирован, он там просто лежит, он там просто покоится, ну, в такой своей оболочке. И поэтому, если вы вдруг там получите по черепу, то быстро двигается ваша черепная коробка, мозг остается на месте. Это буквально как происходит во время автомобильной аварии, когда машина врезается куда-нибудь, вы сидите непристегнутый, ну, допустим, вы кукла, знаете, такая вот желто-черная кукла, которая все там тестирует, вот, и вы вылетаете через лобовое стекло. Почему? Потому что вы сохраняете то самое ускорение машины, а машина резко останавливается. То же самое с мозгом. Если вы вдруг врезаетесь, там, не знаю, головой в стену рано утром, в понедельник, после отпуска, то, что вы не хотите идти на работу, то, соответственно, мозг ударяется изнутри черепную коробку, там есть даже синяк, есть гематома мозга, нет, он так делает. Мозг-то, по большей части, он жир, и жир состоит из-за милиновых оболочек, и, увы, у вас все сотрясается. То же самое получится при ударе рака богомола. У вас идет импульс, у вас просто мозг, и все, вы теряете сознание, а под водой человеку терять сознание не очень здорово. Вас дельфины не спасут. Напоминаю, дельфины – это страшная гопота. Вот, они посмеются над вашим мертвым телом. Да, может быть, надругаются. Такое тоже бывает. Но не только в океанах существует опасность в виде раков богомолов, всяких марлинов, китов, дельфинов, косаток и прочей живности. Она существует еще в реках. И следующий герой нашего вечера обладает, ну, наверное, самым удивительным механизмом охоты из всех известных живой природы. Мы отправляемся в Южную Америку, на берега реки Амазонка и ее притоков. Как выглядит вообще река Амазонка, особенно в ее притоках? Это коричневая жижа. Вообще, никому не советую оказаться в тропических лесах. Там жарко, там душно, там кусают комары. В общем, вы там находитесь, вы на этой Амазонке, около этой реки. Вам душно, не противно? И вы думаете, ладно, наверное, залезу освежиться. Надеюсь, мне не съедят пираньи. Ну, пираньи, на самом деле, не очень агрессивная рыба. Надеюсь, мне в разные места не заползет разная живность, что тоже может произойти. Но вот вы залезаете и видите, что мимо вас плывет двухметровый 20-килограммовый черный шланг. Вы думаете, наверное, анаконда или какой-то гигантский питон забрал сюда и сейчас меня задушит, сейчас меня поймает и это будет борьба, как в каком-нибудь старом фильме. Нет, мимо вас плывет электрический угорь. И это гораздо более страшная история. Значит, электрический угорь это никакой не родственник настоящих угрей. Настоящие угори живут в океане. Они такие же, правда, страшные, но они поменьше обычно. Электрический угорь, он родственник карпам и самам, в основном. Такое гигантско-червеобразное тело. На самом деле, обычно не метрового размера, что тоже немало. Метровый, там, двух-трех килограммовый электрический угорь. Со страшной мордой, который даже не может дышать жабрами. Ну, точнее, он пытается это сделать, но если вы посмотрите внимательно на воду в реке Амазонка, вы поймете, что там дышать нечем. Кислорода в воде почти нет. Огромный слой ила и вот такой слой нормальной воды, ну, просто жижа какая-то. Лучше жабры это особо не открывать. Именно поэтому электрические угори должны каждые 15 минут или чаще, вдумайтесь, это рыба, каждые 15 минут он должен подниматься над поверхностью воды, чтобы подышать. Он делает вдох внутри его ротовой полости из большого пространства, которое оплетено кровеносными сосудами. Это буквально легкие его. Никого не плавали, не буду заметить. Легкие, прям во рту. Он делает вдох и еще можно там минут 10-15 плавать, пока еще раз не нужно вдох сделать. Вот очередная рыба, которая не может нормально дышать под водой. 80 сантиметров внутри его тела занимает плавательный пузырь, который он превратил в гигантский орган чувствительности в плане вибрации. Он превратил его буквально в усилитель, который напрямую соединен с внутренним ухом, и он слышит именно плавательным пузырем. Ушей-то нет, ты же рыба. Какие у тебя уши? Если вы видите рыбу с ушами, проснитесь. Пузырь начинает вибрировать, если там мимо рыба плывет или какой-нибудь катерик, что угодно, и перейдет все в мозг, и рыба все слышит. Но 4 пятых тела, 2,5-метрового тела, занимает гигантская электрическая батарея. На самом деле, у него есть там три органа электрических, они немножко по-разному называются, органы хантера и так далее. Они отвечают за разные истории. Значит, около хвоста существует орган, который дает слабое напряжение, примерно 10 вольт. Эти 10 вольт нужны ему для локации. Он сканирует им пространство. Электрический угорь, он сделал вокруг себя электромагнитное поле и прощупывает этим электромагнитным полем все окружающую действительность. И с помощью него он может, во-первых, все сканировать, а в-треть, с помощью него может общаться со своими сородичами. Электрический угорь имеет абсолютно разные клетки, рецепции, которые в итоге воспринимают. Рядом с вами находится электропроводящая рыба или непроводящая, то есть ваш собрат или какая-нибудь добыча. Друг с другом они могут общаться напрямую, как через Wi-Fi. Если он с помощью этого органа локации начинает ощущать, что вокруг него плавает что-нибудь съестное, он подключает второй орган, который выдает напряжение примерно в 200 вольт. Когда он это делает, то рыба, которую он заметил, ее начинает дергать. Ну, ее буквально бьет током напрямую. Все наше тело, оно работает на электрическом токе. Как это происходит? У нас есть нервы, нервы передают друг другу сигналы, буквально сигналы от нерва нерва с помощью молекул. Но по нерву бежит электрический ток. Там есть специальные каналы, которые открываются и на выкачке и закачке солей идет сигнал. Там буквально плюс и минус меняются местами. Если вы принудительно поместите ваши клетки в область электромагнитного излучения или по-простому шандарах антитоком, то эти каналы принудительно откроются и будет принудительный сигнал вашим мышцам. А вашим мышцам они же не знают, откуда они получатся. получили сигнал. Если по нервам бежит электрический ток, они тоже откроются, начнут сокращаться. Очень простая биомеханик. Так вот, электрический уголь дает напряжение там в 200 вольт. Рыба начинает корежить. Ему это только и надо. Так-то она могла бы еще уплыть сикость-накость. Все-таки как-то так двигается. Но она выдала себя. Она уже не может нигде прятаться, не может зависнуть в толще воды и ягодь, типа полена. Нет, все, вот она-то и здесь. И тогда он шиндарахает основным органом. В 800 вольт напряжение и силу тока в 40 милиампер опоясывают его тело. Как он это сделал? Значит, его этот орган, 4 пятых тела, состоит из электроцитов. Электроциты это бывшие мышечные клетки, которые потеряли функцию мышц. Но мышцы это как работают? Все равно на электрическом токе. Да, они тоже могут закачивать, выкачивать соли. Так вот, вот эту токогенерирующую функцию он сохранил, а функцию мышц убрал. Эти бывшие клетки мышц превратились просто в генератор энергии. Каждая отдельная клетка его генерирует очень малые токи, но поскольку их там 15 разных слоев, которые формируют такие диски, как бобины, он по факту аккумулятор, он пауэрбанк, гигантский пауэрбанк, ну или автомобильный аккумулятор, как хотите, только без кислот. На этих бобинах намотано, и в итоге он против себя вот в гигантский аккумулятор, значит, спереди у него голова заряжена положительно, хвост отрицательный, если он чувствует, что есть рядом добыча, он моментально освобождает заряд, ну он так может делать там, на самом деле, под сотню раз в секунду, пока батарейки не кончатся, и делает 800 вольт, и все, что окажется вокруг него, моментально глушится, а точнее его сводят судорогой. Электрические угри, они агрессивные, им на самом деле абсолютно все равно, что они будут глушить с помощью своего заряда. Если это будет рыба, которую они хотят съесть, прекрасно, если это будет крокодил, которых пытается цапнуть, и в интернете есть такие ролики, когда какой-нибудь кайман пытается уцепить этого электрического угря, и все, и кайманы начинают трясти, он начинает, ну он парализован, и уже ничего делать не может. А почему? Потому что он закусил этого электрического угря, а мышцы судорогой свело через те, и он его отпустить не может. Потом, конечно, когда у угря кончается заряд, кайман таки его отпустят, и уплывет в освоясь, и лечится психотерапевт. Если это зашедшее в воду крупное порнокопытное создание, его тоже пытаются убить угоря, причем это сделают необычно. Еще раз, они очень агрессивные, они никуда не уплывают. Угорь выпрыгивает из воды и начинает скользить по телу крупного существа, максимально прижимаясь к его конечности. Он просто облепляет угрозу, и весь сток, который в нем накоплен, пытается туда, в тело обидчика. Есть тоже иной эксперимент, когда вы берете электрического угря и его держат в аквариумах. Вы пускаете такую резиновую руку, обмотанную только проводящей структурой. Ну, имитируете настоящую руку, которая покрыта светодиодами, которые бы светились, когда по ним бьет электрический ток. Вы выпускаете, прям видите, как угорь поднимается, и там, где он касается руки, начинают гореть лампочки. Вообще, конечно, на угре таких интересно лежать в аквариумах, особенно если вы к нему присоедините динамик и опустите ток, воспринимающий устройство туда, в воду. Если угрю бросаете какую-нибудь рыбу, и прям слышите вот такие как он начинает бить эту рыбу током, и динамик, соответственно, об этом вам сигнализирует. Или пытается общаться с кем-нибудь, пытается найти других угрей. На этих угрей электрических до сих пор охотятся, потому что это не только ценный мех, хотя ладно, ну и еще 15-20 килограмм диетического легкоосвоимого мяса. Аборигены таким методом пользовались давным-давно. Вы в реку, где много этих угрей, загоняете стадо коров, ну или, по крайней мере, стадо лошадей, там в оригинале были лошади. Эти угри начинают бить током по этим лошадям. На самом деле, электрический угри может убить лошадь. Даже лошадь. Но, когда их много, и когда я в суматоха, вот они у них не получается. Хотя пару лошадей, конечно, можно зашибеть. И весь свой электрический ток они возобождают на лошадь. Они не бесконечная батарейка. Нет никаких бесконечных батареек во Вселенной, даже электрический уголь. А когда они весь свой заряд выпустили, то заходит человек, люди, по крайней мере, там часть племени, и начинают, соответственно, вываживать, удить и там протыкать своими копьями. Когда человек заходит в эту воду, все равно к нему привязана веревка на пояс, который держит его соплеменники, в случае чего, если вдруг его парализует. А так-то, ну, вы ему еще можете клемматься, потому что, когда уже заряда мало, то, ну, ничего особо страшного нет. Когда заряда много, у вас может сердце остановиться, это без проблем. Как, собственно, там дефибриллятор и работает. А если мало, то вы можете свести судороги, можете упасть, и, соответственно, нахлебаться воды, там останетесь, на съедении этим угрям. Поэтому вас нужно вытаскивать, будучи аборигенами. Но если вы выберетесь такие из рек Амазонки и пойдете в джунгли, вас встретят замечательные создания. Они знамениты, они прекрасны своей отвратительностью. Это пауки. И сейчас мы говорим про пауков. Ну, так-то, конечно, в рамках атаки пауки, ну, очевидно, да, они как бы сидят на своей паутине, ждут, когда там какая-нибудь муха к ним прилетит, попадет на эта паутина. Паутина покрыта многочисленными крохотными капелеками клея. Она прилипает к этой паутине, валякается там, паука-то замечает, бежит к этой, значит, мухе и ее ест. Ну, ладно, ест. Заворачивает в кокон, прыскивает свои яды, пищеварительные соки, и она там как-то переваривается. Нагадается внешнее пищеварение. Кстати, люди пользуются именно этим. Когда вы для всей семьи крошите картошечку, свеклу, какое-нибудь мяско и варите из этого борщ, знаете, что это функция внешнего пищеварения, термической обработкой пищи, всякими кислотами, если там есть уксус и прочие-прочие-прочие истории, вы по факту перевариваете пищу снаружи. Мы действуем абсолютно точно так же, как пауки. Ну, только это еще подается в фарфоровом блюде. А, паук, соответственно, из этого кокона высасывает все, что только можно. А? Никто не задумывался об этом? Вот теперь и спите с этими снами. Но мы поговорим об необычных пауках. Значит, есть пауки-гиптиоты, которые ловят добычу необычно. Значит, смотрите, если вы ловите обычную муху, да, то, ну, что вам остается сделать? Дождаться, пока она влетит вам в сетку и, соответственно, ее схрумкать. А если вы ловите мотыльков, которые пушистые, которые волосистые, которые чешуи-крылые, у них много чешуи, которые легко отлетают на этом клее, то что же получается? Значит, этот мотыльок попадает вам в сеть, эти немногочисленные чешуйки прилипают к вашей паутине, а он, соответственно, выбирается и улетает, ну, немножечко пощипанный, как перью курицы, если вы пытаетесь его упасить в леса. Перье выдергивая, и так курица выбегает. Неприятно? Да жути. Чего сделали эти гиптиоты? У них треугольная паутина. Ну, вот такая. Он сидит вот здесь. Треугольная паутина. Он натянул паутину, он ее держит лапкой, привязал себя к какому-то уступу и натянул. Он буквально вот так вот ее держит в натяжении. Если какой-нибудь мотылек летит к этой паутине, вот он туда прилетает, паук отстегивает себя, а он себя привязал, это как как это, бейсджампинг. Да? То есть, когда вы привязываете себя тросом к мосту, например, и надеетесь, что этот трос сертифицирован, куплен не на Алиэкспрессе за 30 рублей. Да. Значит, он отстегивает себя, ну, собственно, сам трос это сделал, он его себе доверяет, и он отпускает натяжение, и паутина схлопывается, и наплетает этого мотылька, и тот точно оказывается в ловушке. И там только остается, потому что подойти, этого, эту добычу связать, и, соответственно, съесть. Привязать себя к чему-то тоже может. Пауки так делают. Да некоторые пауки не только привязываются, они привязывают к парашюту, и так многие пауки распространяются, особенно в Австралии. Ой, в Австралии самое прекрасное место, куда можно поехать, особенно, когда идет паучья дождь. Паучья дождь, это когда выходят множество, миллионы пауков, маленьких паучков, и они выпускают себе паутинку из себя, как парашютик, и разлетаются, ну, соответственно, найти себе благоприятнее место. Вот вы уходите на улицу после этого паучьего дождя, и абсолютно все. Ваша лужайка перед вашим домом, ваша машина, ваша собака, которая умудрилась на улице заснуть, покрыта вот таким вот слоем паутины с тысячей, с десятками тысяч пауков. И вы думаете, что же я в этой Австралии живу? Ну, хотя те, наверное, привычные. Следующие пауки, которых мы обсудим, это пауки гнофазиты. Что они делают? Значит, если вы хотите поймать какую-нибудь крупную добычу, да, вы уже в ни в какую сетку их не загоните. Есть пауки, которые пытаются загнать в сетку, какой-то даже получаются, и кто-то даже поднимает свою добычу потом, если вдруг она упала обратно. Есть пауки, которые, ну, они знают все законы там механики, прямой механики, не биомеханики, а просто механики, когда они привязывают какую-нибудь ящерицу, которую они поймали, или птицу, которая там внизу лежит, на строго высчитанное количество нитей, нити имеют свое натяжение, и они добавляют, и эта штука поднимается вот так, как на тросах вверх в этот, собственно, домик, где они потом их едят. Удивительные штуки. Агнофазиты используют механизм стреноживания добычи. Что они делают? Они кидают что-то типа лассо на ноги жертвы, а это бывают другие крупные насекомые, даже другие пауки, и начинают наяривать круги вокруг жертвы. Бегают быстро, и паутина начинает обманываться вокруг ног. Это как в мультиках происходит, когда вот хоп, быстро хоп, и вы замотали жертву. Бегают, и, соответственно, в какой-то момент жертва оказывается просто стреножена, спутана, и лапки ей больше не могут двигаться, и, соответственно, ей наступает большая смерть. Паукиды и напиды не плетут большие сети. Нет. Потому что основная добыча, которую они едят, бегает по поверхности земли. А вот представьте, значит, вы паук, вам нужно съесть какую-нибудь добычу, которая бежит мимо вас по земле. Вы не можете там сплести просто паутина. Вы можете вырыть норку и, соответственно, хватать какие-нибудь тарантовые, в свою жертву. Но, допустим, вы решили пойти другим путем. Вы где-то там обитаете, все-таки на веточках, где-то там. Вы начинаете плести паутину, которая не липкая, но мягкая. Значит, вы вот ее растягиваете на разные волокна, делаете ее более эластичной, более упругой, и делаете вот так. И в итоге вы раскрываете свои четыре предние лапки, и вы делаете квадрат из словчих сетей. Вот так вот, хоп, бежит какая-нибудь зверуха под вами. Вы опускаетесь и накидываете, как гладиатор, вот на арене, когда у них были сетки, вот они накидывают сверху, потом рубят мечами. То же самое. Вы накидываете сверху, на какой-нибудь сверхчхай, на какой-нибудь таракан, на сверху сетку, опускаете ее, края у нее как резина, они схлопываются, и он оказывается буквально уже в готовом кокне. И все, вы, соответственно, его поглощаете. Но самые крутые пауки, конечно, это пауки-болосы, или болосы. Ой, это невообразимая история. Значит, паук, который, вообще, обычно он сидит на листе и имитирует птичью какаху. Это гениальное изобретение эволюции, потому что никому не хочется вляпаться в птичью какаху. Вот вы идеальную сделали себе защиту. Вот вы прям похожи. Он даже брызги имитирует. В общем, сидит такой ляпка на листике. Он тоже питается мотыльками. Но не пылесет особо и все эти. Нет. Наступает ночь, он со своего насиженного, какашенного места ползает, значит, на край листика и начинает пахнуть. Пахнуть, как самка-мотылька. А мотыльки, и многие насекомые, они очень чувствительны к феромонам. И он, вот хлеба не кормит, дай полететь там, где есть самка. В общем, жизнь-то недолгая, а спариваться-то хочется. Он прям воняет, как самка. Если ты воняешь, как самка, ты лучше самка, чем настоящая. Ну, так устроено жить мотыльков. Ледит мотылек, болос его ждет. Болос, это, ну, от слова булава, или болос, это такое, оно оружие. Он делает себе клейкий шарик. Прямо шарик из клея. Делает его на нитке, и у вас получается, типа, йо-йо, типа, такой, прощи. Летит мотылек, он начинает крутить этим болосом, их прямой наводкой, вместе с мотыляка. Мотыляка, и он подтягивает, в итоге поймал. Есть пауки, которые атакуют жертву просто метанием, ну, ее, или как ходили, чтобы она прилипла, и он его достал. Красиво. Вот, красота эволюции, красота паучьего рода. Ну, дай бог, что ты птичий каках. Ну, и, конечно, не можем мы завершить сегодняшнее обсуждение каким-нибудь красивым, большим созданием. То есть, пауки, да, электрические угри. Мы сегодня завершим беркутом. Значит, беркут, это гигантский орел. Огромный орел. Размах крыльев два с половиной метра. Как мы уже знаем, размером с электрического угря. Вообще, вы все можете измерять в электрических угрях. И массой в 10 килограмм. Это огромные птицы. Напоминаю, что вообще птицы, они максимально уменьшают себе вес, чтобы летать. Он, пожалуй, не так. Это 10-килограммовый просто машина для убийства. Вершина пищевой цепи. Он обитает, на самом деле, повсеместно. Например, гора Кавказа. И он ловит все, что может найти. Прекрасное зрение. Лучше, чем у человека. Ну, птичьи зрения. Он может видеть магнитные полюса земли. Все он может видеть. Он летит над добычей. И он ест, ну, обычно любое там, теплоокровное существо. Это зайцы, кролики, лисы, койоты, маленькие волчата. Все. Вот все, что пушистое, все бегает. У вас просто падает на вас 10-килограммовая штуковина, вот с такими вот когтями. У него когти огромные. Птицы напоминают же древние динозавры, которые выжили после падения метеорита. Вот такие вот когти. Он просто протыкает жертву насквозь, травмирует ей сердце, легкие сосуды, и все. А потом уносит себе в гнездо, например, кормить собственных птенцов. Очень агрессивные. Он может отгонять врановых, например, хотя врановые те еще, там, гопники, которые тоже могут тебя ущипнуть за твое перна какое-нибудь место. Но все равно он всех отгоняет. Может есть падаль, может отбирать у хищников других, не знаю, у тех же койотов, их добычу. Может утащить койоты к себе в гнездо. Но самое интересное, что может утащить реально большую добычу. Во-первых, вы можете умерщвить. Потому что, смотрите, допустим, вы машина для убийства, да, но перед вами стоит баран, ну, или там, большой горный козел. Он реально большой, вы с ним ничего не сделаете. Вы можете попытаться его проткнуть своими когтями, но он опасно. Так-то опасно. Вы большой, но он тоже большой. Но у вас есть еще сила, а козел стоит на, ну, а козел стоит около обрыва. Вы подлетаете, цепляетесь ему когтями. Даже можно не протыкать его, можно цепляться за шкуру просто, за мех. Вы цепляетесь своими огромными крыльями. Вы сделаете два мощных взмаха. Вы еще, ну, вы же умная птица. Два мощных взмаха. Вам нужно хоть немножечко оторвать этого барана или козла от земли. А дальше его ждет 340 метров свободного падения. А дальше у вас уже обед, просто отбивная. Вы можете спокойно лакомиться очень долго. А если таки баран вам по силу, можете его схватить. Есть видео, где Беркут тащит просто целикового козла или барана просто на своих этих крыльях. Ему сложно, но он похож на дельтаплан. И огромную тушу, которая может вести больше, чем он, он несет, чтобы прокормить свое потомство. Единственное, кому вот кто угрожает реально этим птицам, это другие же птицы, которые могут находиться на их детенышей, которые тоже без защиты сидят пока там папа-мама летают за своим пропитанием. Короче, если вдруг увидите гигантскую птиц, которая мимо вас летает или летает рядом с вашей маленькой собачкой, ну, или крупной крысы, которая называется Чухуахуа, то надо ее защитить. Прячьте ее, бегите в защищённое место, потому что эти древние динозавры могут проткнуть кого хотите. На самом деле, про птиц можно говорить еще долго. Есть совсем необычные способы охоты, у птиц и атаки. Есть какие-нибудь черные цапли, которые охотятся на рыб и делают из своих крыльев зонтик такой, который имитирует тень, чтобы камень-то рыбы проплыла мимо них, и они ее проткнули и, соответственно, съели. Тоже очень красивые птилицы. Или, например, птицы водореза. Посмотрите на птицу водореза. Вы никогда такого не видели. Когда у нее нижняя челюсть, которую она раззявила, намного больше, чем верхняя, она летит над поверхностью воды, нижнюю часть клюва опустив, режет воду, пока не почувствует, что она ткнулась на рыбу. Потом оп, и, соответственно, ее есть. Ну и, конечно, самая мощная адаптация на планете Земля, это никакие не когти, никакие не крылья, и даже никакие не зубы. Это интеллект. И гениальнейшая адаптация в плане добывания себе пропитания у японской серой вороны. Представьте себе, что вы хотите полакомиться орехом. Вам что, выращивать 3 миллиона лет эволюции себе клюв, как какие-нибудь вьюрки на галапагосах, которых Дарвин изучал? Вы умная ворона. Вы смотрите, что едет аппарат полторы тонны весом, красненький, под какой-нибудь маркой с каким-то номером. Вы кладете этот орешек под колеса автомобиля, и он его переезжает, и вы им лакомитесь. Ум! Вот что делает вас идеальным. И, конечно, самые успешные живые защита на планете – это умные. В общем, способов охоты бывает бесчисленное множество, способов защиты бывает тоже бесчисленное множество, но ничто не может быть круче, чем интеллект. А мы этим пользуемся и радуемся. Как люди. Люди же тоже животные. Напоминаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова